Дело в том, — начала Мерида, — что вам не нравится рассказывать всем, будто он потерял ногу из-за морду. Но на самом деле это были слоги. Кейли ахнула. — Слоги? Кто это? — Это такие злые феери, — объяснила Мерида. Как-то много лет назад они и пробрались замок на Самайн и забрали папину ногу. — Правда? — Кейли отвезла челюсть. — Зачем? — Просто так, потому что могли. Самайн — это ночь, когда духи могут проникнуть в наш мир. Есть способы их обмануть. Например, одеть в костюм другого волшебного существа. Мерида кивнула на их наряды. Но гораздо важнее затопить их подношениями, тогда они тебя не тронут. Какие подношения? Очень простыми. История так легко слетала с губ Мерида, словно это было правдой. Она много лет слушала подобные легенды о существах, выселявших их край. Их рассказывали не только на Самайн, но и просто каждый день. У Мерида была прекрасная подготовка. Самый верный способ зато при феере — это оставить молоко на специальном жертвенном камне. Он находится на взгорью неподалеку от холмов, где мы живем. Мерида с ожалением покачала головой. Несчастью, никто здесь никогда не делает это в подношении. Вот почему однажды фееры сами пришли в замок в Дамбрух и забрали ногу моего отца. Но раз они это сделали, Горубик наверняка хотел бы, чтобы они впридержались от замка подальше. Голос Кейли дропнул. Мой отец не верит в духу. Он рассказывает истории о них, только чтобы повеселить гостей. Но Рита пожала плечами. Думаю, прошло столько времени, что теперь он сам верит, что это был в морду. Но я знаю правду, каждый год, с тех самых пор, сама она и сам Кейтанбрух что-то исчезает. Она вздохнула. Остается только надеяться, что на этот раз заберут кого-то из нас. — Именно оставаясь собой, оставаясь Мерутой, — продолжала бабушка, — ты завоюешь доверие и уважение всех вокруг. И ты уже встала на этот путь, хочешь верь, хочешь нет, но в этом ты очень похожа на твою мать. — Мама была как я? — воскликнула Мерида. Бабушка Майера смеялась, но не совсем как ты. Ей всегда нравился Хаггис. — Фу! — искривилась Мерида и высунула язык. — У вас своих очень разные личности, — сказала бабушка. — Но ты, как и она, точно знаешь, кто ты. А еще твоя мама тоже знала тысячу способов, как свести меня с ума. Мерида прогрела глаза. Она и представить не могла, как ее правильная мама могла вывести из себя добродушную маме.